Девочка-пай Девочка-пай Я честный детектив Викторович Он тоже Викторович Андрей Викторович Жирнов Я Марина Ветрова Только вы наверное мне не поможете Но мы еще никому не отказывали Давайте поднимемся наверх Там удобнее разговаривать Сюда. Так значит, свадьба назначена была на сегодня на 11.45. Но Андрей за вами так и не заехал. Да. Я никому ничего не сообщил. И телефон отключен. А в квартире какие-то незнакомые люди говорят, что он продал им квартиру. Продал квартиру? Да. Он работал. Он работал риэлтором. И его ребята по работе, они проверили документы, говорят, все законно. Я не знаю, я все морги обзвонила, все больницы. Его нигде нет. Ну а в милицию почему не обратились? Да я обращалась. Я обращалась. Не смеются, говорят, конечно. Жених сбежал. И еще Светка позвонила. И сказала, чтобы я никуда не ходила, не подавала ни в какой розыск. А Света это кто? Ну, Света Киселева. Она моя подруга. Она сказала у нее новости, что позвонил Андрей и просил передать, что не готов к такому ответственному шагу, как брак, а ребенок свяжет его по рукам и ногам. Какой ребенок? Ну, наш. Я за неделю до свадьбы узнала, что беременна. Но он был очень рад, правда. Он, он правда был рад. Я просто не понимаю, что происходит. О своем решении Андрей решил передать вам через Свету. А почему? У них просто когда-то был роман. И мы познакомились с ним у нее на дне рождения. То есть Света была последней, кто видел Андрея? Нет, вы не подумайте. И у них уже все к тому времени кончилось. И она была очень рада за нас, когда мы начали встречаться. Правда? Скажите, а сколько времени вы узнаете Андрея? Угу, полгода. Я просто... Сейчас. Сейчас. Все, все, вы успокоитесь. Я просто хочу понять. Просто хочу понять, почему, ну, правда. Почему он так поступил? Ну, потому что ответственный шаг, это все ерунда. Должна быть какая-то другая причина. Ну, поймите. И потом, зачем продавать квартиру? Хорошо, хорошо. Я понял вас. И как говорю, мы вам поможем. Ну, правда. Мы правда любим друг друга. Алексей Викторович, ну, согласитесь, странно. Продавать квартиру накануне свадьбы. Вот-вот, ты скажи Ивану, пусть он едет на квартиру Жирнова. Адреса он новым жильцам не оставил, но все равно, может быть, они что-то знают, куда он мог податься. А ты знаешь, что ты? Ты позвони Светлане Киселевой. Она, судя по всему, последняя, кто видел Андрея, встретись с ней, поговори. Может быть, она что-нибудь знает. А я поеду к этому Андрею на работу. Агентство недвижимости, Остаповский перевод. Может быть, там тот что-то знает. По поручению Насонова Иван отправился на квартиру, которую так внезапно продал исчезнувший жених Марины Ветровой. Я, слышь, сразу понял, что он торопится. Сообразил и просек. Ну, а почему? Да он сходу на то бабло подписался, что я ему выкатил. И попал, попал твой Андрюха. Еще риэлтор называется. То есть тоже он, получается, продал вам квартиру не торгуясь? Да. Да, может, ему и наплевать. Он же там бабло-то лопатой загребает. Понятно. Виктор Иванович, а Андрей ничего не говорил? Почему он так торопится с продажей квартиры? Нет, ничего. И когда деньги девать никуда податься, мне не говорил. Слышь, а может, он это на свадьбу? Да, ведь что, невеста с гостями приходила. Так может, она это дает риэлтор? Да, может быть. А в каком состоянии последний раз вы видели? В смурном. Ну, вот, вроде тебя. Вы молодежь вообще нынче смурная. Ну, скажи мне, слышь, ну, че ты такой озабоченный? А? Ну, ты на меня погляди. О, жизни-то радоваться надо. А ты смурной. Вить, обед стынет. А вот это святое, обед святое. Давай. Сергей, ваш руководитель сказал, что вы друг Андрея, причем лучший друг. Неужели он вам даже не позвонил? Ну, я же уже объяснял. Не появлялся, не звонил. Почему продал свою квартиру, не знаю. Ну, и вообще мне не очень хочется об этом говорить. А почему? Не хочу и все. Ну, хорошо. А ваши коллеги сказали, что у вас с Андреем были проблемы по последней сделке с получением процентов. Нет, это у Андрея были проблемы. Последнюю сделку он оформлял без меня. Ну, клиент должен был заплатить проценты за проданную квартиру. Ну, что-то у него там не получалось, и он попросил неделю отсрочки. И как поступил Андрей? Ну, Андрей заплатил эти проценты из своих собственных денег, которые получил из продажи своей квартиры. Так, и зачем он это сделал? Ну, здесь система простая. Риелторы получают дивиденды с процентов проданных квартир. Первую неделю месяца. Ну, ему зачем-то срочно нужны были деньги. Вот он и заплатил. Ну, чтобы еще целый месяц не ждать. А через неделю клиент должен был вернуть Андрею деньги, которые тот перечислил? Совершенно верно. А Андрей получил эти деньги? А фамилия и адрес клиента есть у вас? Я об этом даже не подумал. Да, вот. Холкин Валерий Витальевич. Здесь все его телефоны. Угу. Скажите, Сергей, а почему Андрей так поступил с Мариной в день свадьбы? Да не знаю я. Простите, но я опаздываю на сделку со своим клиентом. Угу. Сергей явно что-то недоговаривал. До свидания. К тому же Насонова тревожила, что Андрей пропал с крупной суммой денег. Что у тебя? Андрей продал свою квартиру себе в убыток. Алексей Викторович, у Жирнова были большие деньги на руках. Дивиденды плюс деньги за квартиру. Но это если ему их вернули. Что еще? С квартирой все чисто, документы в порядке. Но новые жильцы не знают, где Андрей. Ты знаешь что? Ты поищи какую-нибудь соседку-старушку. Старушки обычно все знают. А Марина говорила, что у Андрея была тетка. А я попробую выяснить, отдали ему деньги или нет. Давай. Юля созвонилась с подругой Марины, Светланой Киселевой. Девушка согласилась помочь детективам, но где Андрей, она не знала. Светлана переживала, что сообщив Марине о решении Андрея, потеряла и подругу, и бывшего любовника, с которым сохраняла приятельские отношения. В детективное агентство обратилась Марина Ветрова. Ее жених Андрей Жирнов исчез в день свадьбы. Накануне Андрей внезапно продал квартиру и по неизвестной причине поссорился со своим другом Сергеем. Последней пропавшего жениха видела подруга невесты Светлана Киселева. Насонов решил найти клиента Жирнова, того самого, за которого Жирнов заплатил процент своей фирме. Клиент остался должен Андрею большую сумму. Вы вернули ему деньги? Алексей Викторович, кажется. Да. Алексей Викторович, я опытный человек. И во всем люблю порядок. Деньги я, безусловно, вернул. Но не на руки. А в присутствии Андрея от своего имени положил их в банк ему на счет. Можете проверить. Но вряд ли мне покажут частные счета. Понятно. Позвольте. Деньги я вернул вчера. При мне он со счета ничего не снимал. Это расписка Жирнова Андрея Викторовича. Он смеялся. Говорил, что это лишнее. А вот пригодилось. А я могу объяснить? Да, конечно. Позвольте. Прошу. Спасибо. В любом деле должен быть порядок, уважаемый Алексей Викторович. До свидания. Как вас зовут? Я простите. Иван, Иван. Иван. Ванечка, можно вас назвать? Да, можно. Ванечка, ну, я хочу сказать, что Андрей, он рано остался без родителей. Его тетка растила, поднимала. Ну, тетка живет не в нашем городе, она в другом городе живет. А где именно, в каком другом городе? Город я вам не скажу название. Память у меня плохая. Нет, город не скажу. Но она часто к нему приезжала, он нас знакомил. И она, знаете, что мне сказала, что очень хорошо, вот у меня артрит, когда суставы начинает ломать, она говорит, что очень хорошо от артрита помогают примочки из минеральной воды. Манечка, послушайте, в этом вся соль. А около этого городишки, где она живет, как раз находится целебный источник с этой водой. Так источник горит целебный? Целебный источник, который хорошо делается примочкой. А фамилию этой тетки не помните? Фамилию не скажу. Она мне не говорила, зачем я спрашиваю фамилию. Я знаю, что зовут ее Алевтина? Алевтина Михайловна. Ну, она же сестра отца Андрея. Сестра отца Андрея. Может быть, она Жирнова. Вот она что. Ну, конечно. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания. Да, это его паспортные данные, подпись и почерк. Его. Сергей, а почему вы отказываетесь говорить об Андрея? Я звонил Марине, она сказала, что вы не пришли на свадьбу, хотя должны были быть свидетелем жениха. Почему? Это мое дело. Понимаете, пропал человек. Исчез, возможно, с крупной суммой денег. Это ваш друг. Кроме того, мне кажется, вы должны помочь женщине, которая его любит. Да какой он не друг? Вчера вечером он пришел ко мне. Заявил, что Марина беременна не от него. Ну, в него точно бес вселился. Ну, я попросил его присесть, успокоиться, объяснить, в чем дело. В ответ он кинул мне в лицо фотографию. Кстати, вот она. Он мне даже врезал. Ну, подрались. Я ему толком не смог даже ничего объяснить. Он выскочил, как ошпаренный. На звонки не отвечает, а сейчас вообще выясняется, что он пропал. А поясните вообще, откуда взялась эта фотография? Ну, вчера у Марины был девичник. Я заехал, чтобы отдать свадебный торт. Ну, девчонки веселились, шутили. И кто-то предложил в шутку, что я должен как свидетель поцеловать невесту. Ну, на фотографии как раз именно этот момент. Ну, это шутка была. Понимаю. Хотя бы фотографии этого не скажешь. Так как он вообще мог меня, меня преревновать к Марине? Да он сто лет меня знает. А кто вас фотографировал? Ну, этого я не заметил. А Марина знает о вашем конфликте? Нет. Андрей хоть и кретин, но позорить его перед Мариной я не буду. И, простите, я возьму фотографию? Да, пожалуйста. А в момент, когда у вас Сергея целовал, кто сфотографировал, не видели. Да нет, нет, ничего, мы просто собираем информацию. Хорошо, Марина, созвонимся. Банальная ревность, но из-за ревности квартир не продают. Должно было быть что-то еще. Насонов знал только одно. В деле замешана одна из подруг Ветровой. Алло, Ваня, значит, у нас есть три Жерновых АМ. Где посмотреть? Карта достопримечательности области. Так. Угу. Вот, в Горячих Ключах есть источник. И там проживает Жернова АМ. Насонов отправился в городок Горячие Ключи к тетке Жернова Алифтине Михайловне. А я не понимаю, зачем его разыскивать? Незачем. Нажила ребенка на стороне и на Андрея повесить хочет. Скажите, пожалуйста, она его разыскивает. На халюга. А вот Марина говорит, что беременна от Андрея. И я ей верю. Вы знаете, мне некогда с вами спорить. У вас все? Ох, Алифтина Михайловна, у вас я прям как дома. Смотрю, куртка такая же, как у меня. Пена для бритья, сигареты. Правда, я не курю. А вы курите? С детства. Я еще раз вам повторяю. Не знаю я, где Андрей. Оставьте вы парня в покое. Ну, не повезло ему. Ну, ничего. Есть еще хорошие женщины. А у Андрея кто-нибудь есть? Вы меня на мякине не проведете. Какая вам разница, есть, нету? Ты чего вернулся? Паскарь забыл. Здравствуйте. Андрюха, это сыщик. Маринка прислала. А, меня зовут Алексей Викторович. Мы с вами по батюшке-тезке. Что она хочет? Она хочет понять, почему вы с ней так поступили. А что с ней? Цацкаться, что ли? Тетя. Конечно, надо было с ней объясниться. Меня до сих пор колотит, когда я о ней вспоминаю. Она предала меня. Предала? Ну, изменила. Думаете, легко об этом говорить? Вы извините, Андрей, но я в это не верю. Марина любит вас. Ладно. Давайте покончим с этим. Я бесплоден. Понимаете? Бесплоден. Сперматозоиды у меня. Малоподвижные. Теперь ответьте. От кого Марина беременна, а? Так. Клиника репродукции человека. И анализы делались уже больше полгода назад. Да какая разница? Мне их дали прямо перед свадьбой. Почему я так поступил? А что мне? Невесту прямо на свадьбе придушить надо было? А вот, судя по этому документу, отцом будущего ребенка Марина являетесь вы. Ну и... Вы извините, я на минуту. Юля, срочное задание. Алексей Викторович, ну у меня же там школьная подруга работает. Свой человек. Я все сделаю. Ну, разумеется, в рамках закона. Все, поняла. Я вас не понял. Андрей, скажите, пожалуйста, кто вам дал эту фотографию? Никто не дал. Мне ее в ящик подбросили. Ну, Серега, я, конечно, погорячился. Да в том-то и дело. Фотография сделана на девиченьке у Марины. В этот момент Сергей принес ей свадебный торт. И подумайте, кто ее мог сделать? На девиченьке были только ее подруги. Да я в тот день вообще ничего не соображал. Бесплодие, измена. Еще эта фотография. А вот Алевтина Михайловна говорит, у вас в городе есть женщина? Я это к тому, что не всем женщинам можно доверять. Вот Марине можно. Послушайте, хватит говорить намеками. Объясните мне, в чем дело. Я так говорю, потому что сейчас на руках у меня нет доказательств. Вот что. Держите мою визитку. Переходите сегодня по этому адресу в 16 часов. И я вам все объясню. Хорошо? Да, и еще, Андрей, а почему квартиру продали? Я покупаю трехкомнатную в центре. Это мой подарок, Марине. Должен был быть. Марина говорила, что знакомы они с Андреем полгода. Анализы же на репродуктивные функции, если верить планку, проводились 7 месяцев назад. И о результатах Андрей узнал как-то подозрительно вовремя. По его словам, накануне свадьбы, кому-то это было очень нужно. Марина, Андрею внушили, что ваш будущий ребенок не от него. И, к сожалению, он в это поверил. Сказать, кто я смогу, только когда получу доказательства. Он сегодня будет у меня в 16 часов в офисе. Вы можете его увидеть. В детективное агентство обратилась Марина Ветрова с просьбой разыскать исчезнувшего в день свадьбы жениха Андрея Жирнова. Марина беременна. В ходе следствия выяснилось, что накануне свадьбы кто-то вручил Андрею медицинское заключение о его бесплодии. Андрей решил, что Марина ему изменила и не пришел на свадьбу. Я весь день думал над вашими словами. Так можно с ума сойти. Я весь в внимании. Скажите, вы давно видели Светлану Киселеву? Вот ее сюда вмешивать не надо. Это единственный человек, который мне предан. Но ведь до Марины вы жили со Светланой. Вы же знаете ответ на этот вопрос. Да, жил. А с Мариной я не знаю. Это... Черт меня попутал связаться. Света не устраивала никаких сцен. Она просто хотела, чтобы я был счастлив. Скажите, а вот ваши анализы датированы семью месяцами ранее. С Мариной вы познакомились полгода назад. То есть, значит, анализы вы сдали, когда еще были со Светой? На анализе стоит ваша фамилия. Обычно такие анализы люди предпочитают сдавать анонимно. Вы сами сдавали анализ? Мы со Светой хотели ребенка, но ничего не получалось. И тогда она сдала мою сперму на анализы. О результатах я ничего не знал. Спрашивать я боялся вдруг, что не так. А Света не хотела меня расстраивать. Она любила меня и такого. Я что-то не то говорю? Вы продолжайте, продолжайте. Ну, а потом... Потом появилась Ветрова. И когда за неделю до свадьбы выяснилось, что Марина беременна, Света поняла, что меня просто цинично обманывают. И за день до свадьбы она решила рассказать мне всю правду. Вы так внимательно слушаете. Я в моем рассказе что-то не так? Да все. А где работает Киселева? В клинике. Давайте уточним. Она работает в клинике репродукции человека делопроизводителем. Из достоверного источника мне совершенно точно известно, что Киселева в этой клинике лечится от бесплодия. И вы можете это доказать? Нет, не могу. Это врачебная тайна. Да, собственно, это не важно. Из этого же источника мне известно, что анализ Жирнова Андрея Викторовича на репродуктивную функцию в этом центре никогда не сдавались. Да вы сами можете это элементарно проверить. Я вас не понимаю. Светлана знала, что она бесплодна. И всю ответственность она решила переложить на вас. А сделать медицинское заключение об этом ей не составило особого труда. Но я тогда еще не был знаком с Мариной. Вот именно. Когда начался ваш роман с Мариной, она прекрасно понимала, что ничем помешать вам не может. Поэтому и сцен никаких не устраивало. А вот когда она узнала, что Марина беременна, она поняла, что это ее шанс вернуть вас обратно. И она, не задумываясь, использовала подложное медицинское заключение. Но это же подло. Согласен. А фотография была последней каплей, которую переполнила чашу. Киселева же тоже была на девичнике. И я ее убью. А вот этого делать я вам не советую. К тому же у вас есть дела поважнее. А Марина, кстати, должна быть уже здесь. Вот только почему-то я дозвониться до нее не могу. Какой ужас. Как я посмотрю ей в глаза. Я еду ее искать. Андрей, будьте богоразумны. Так, Юль, бери Ивана и наблюдайте за Киселевой. Проследите, чтобы она благополучно добралась до дома. Жирнов нервничает, от него можно ожидать всего чего угодно. Ясно. А Ветрова-то почему не пришла? А я тоже не знаю. Дозвониться я до нее не могу. Но видно, что ты где-то не срассалась. Я не знаю, что ты где-то. Я не знаю, что ты где-то. Я не знаю, что ты где-то. Отсюда! Ну ты и гнида! Насонов все-таки нашел Марину. Я его ненавижу. И я его видеть не хочу. А Светка, я вообще не представляю, как так можно. Может, Марина, Андрей был уверен, что он бесплоден. Я знаю, но все равно он не должен был думать, что я лгуюсь, что разве можно подозревать меня в измене? Ну, ведь ребенку все равно понадобится отец. Хорошо, что вы приехали. Не хочу видеть. Вы же любите его. Алексей Викторович, Жирнов приехал. Ага. Юль, проводи, пожалуйста, Марину. Марина, у меня большая просьба. Не уезжайте, пока я к вам не подойду. Андрей ищет вас. Не говорите ему, пожалуйста, что я здесь, ладно? Хорошо. Юль, проводи. Ведемте. Я пойду умойся. Да, конечно. Вы с вами не доверим сильно обидели Марину. Я готов на коленях просить у нее прощения. Только найдите ее. А я-то думал, дело уже закончено. Я ведь любил Марину. Даже тогда, когда думал, что она мне изменила. Ненавидел и любил. Какой же ты дурак. Я ведь чуть из города не уехала. Марина. Ты, ты прости меня. Вы бы ее нашли, Алексей Ютрович. Правда? Против Светланы было возбуждено уголовное дело по факту подлога и мошенничества. Марина и Андрей поженились. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Роман Фомин пожаловался, что сын Костик строит козни его будущей жене Оле. Он даже спокойно отнесся к моей женитьбе. Правда, относится к этому с большой эронией. Вот как? Ну, я-то думал, что он совсем еще ребенок. Вот недавно предложил вместе сходить в зоопарк. Я Костике Оля. Так он не то чтобы отказал, на смех даже меня поднял. Говорит, сходи-ка ты с ней один, я уже не в том возрасте. Да, растут наши дети. Я, кстати, на машине вас подвезти. Ну, если вам по пути, то пожалуйста. А почему вы решили, что это ваш сын Костике? Знаете ли, по характеру поступков. Каких именно? Ну, какие-то странные записки с угрозами в почтовом ящике. Кто-то закидал яйцами ее двери. А сегодня даже подбросили мертвого голубя к ней на квартиру. Так, 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 давайте по порядку. Почерк на письмах его? Да нет. В том-то и дело, что почерк как раз взрослого человека. А почерк вам знаком? Нет. А письма сохранились вот эти? Тоже нет. Я их жег от досады. А с сыном вы это обсуждали? Нет, знаете, я боюсь этого делать. А вдруг это не он? Вы же сами слышали на собрании. Нежный возраст. Да, но в этом-то вы точно правы. А впрочем, возможно, я могу вам помочь. Вы? Да, я же не представился. Носонов Алексей, частный детектив. Очень приятно. Костя, кажется, что-то о вас рассказывал. Присаживайтесь. Спасибо. Ну что, до свидания. Вот вам моя визитка. Приходите завтра в офис. И, кстати, как у вас семья относится к вашему браку? Да как вам сказать? Ну, понятно, понятно. А до завтра-то в офисе и прихватите семейные фотографии. Со стороны невесты тоже. До свидания. Всего доброго. Наутро Фомин пришел в офис к детективу. Это мой сын Костик. А это моя мама Марья Ивановна. Ну, а вот это Оля Варенцова, моя невеста. Простите, а вот в вашей прежней семье были конфликты, скандалы какие-нибудь? Знаете, абсолютно нет. Мы были фактически идеальная семья. Но как-то все само собой закончилось. То есть, возможность таких поступков со стороны вашей бывшей жены вы исключаете? Абсолютно. А теща тесть? Теща умерла, а тесть живет в другом городе. Милейший человек. Ну, вот поэтому и милейший человек. Кстати, а как вы с Олей познакомились? Да весьма банально. Я хирург, а она пришла ко мне на прием. А все же, кому может помешать ваша свадьба? Кстати, как вообще родители жены относятся к будущей свадьбе? Ну, знаете, к этому событию относятся вполне спокойно. Правда, есть одна оговорка. Дело в том, что они считают, что Оля еще слишком молода для того, чтобы делать столь ответственный шаг. Но, может быть, они и правы. Есть смысл подождать год-другой. Понимаете, Ольга почти ребенок. Воспитана как домашняя девочка. И поэтому мы решили, что никакой близости до свадьбы у нас просто быть не может. Ну, понимаю. Хотя сегодня, конечно, это нетипично. Я с вами согласен, но я ее люблю и не могу иначе. Скажите, а для вас этот вопрос десности невесты вообще принципиальный? Да нет, конечно. Хотя, как и каждому мужчине, этого хочется. Так получается, дело со свадьбой решено? Абсолютно. А, возможно, вот у вас есть конкурент какой-нибудь, соперник, я не знаю, бывший ее одноклассник, сосед, не знаете? Возможно. Хотя, знаете, если бы что-нибудь было подобное, Оля бы мне все рассказала. Ну, хорошо. Тогда начнем, пожалуй, с Костика. И главное, вы не переживайте. Мы обязательно разберемся в этом деле. Вот, смотрите, это Костя, сын нашего клиента. Отец развелся с первой женой, и Костя сейчас активно возражает против его нового брака. Возможно, боится потерять внимание отца. Но ему кто-то помогает, потому что почерк на записках взрослый. Держи. То есть мы устанавливаем за ним наблюдение? Да, и внимательно смотрите по сторонам. Хорошо. А он сейчас в школе? Вы как раз сейчас в школу и поезжаете. Да, он в школе. Сейчас тепло, и ребята на переменах, возможно, уходят на улицу. Все. Хорошо, мы готовы. Давайте. Сергей и Лена прибыли к школе, в которой учился сын клиента Костик. На перемене мальчик со своим приятелем выбежал из школы. Сергею удалось подслушать их разговор. Ну что, закурим с горя? Что, так и хочешь остаться метр с кепкой? Слушай, может, ей кнопку на стул подложить, а? Банально. Тогда встать на ходу, надеть страшную маску и заглянуть в окно. Она испугается и в обморок бракнется. Да, а где ходуль-то взять? Да, негде. Может, ей мышь живую сумку положить? А? Она откроет, а та тут как, выскосит? Круто. Только нам уж денег же надо. А сколько стоит, не знаешь? Полтинник, не меньше. Да, дорого. Вау, я знаю, что надо сделать. Что, скажи. Завтра узнаешь. Алексей Викторович, ну мы с вами, по всей видимости, на правильном пути. Костик с другом только что говорил о какой-то тетке, и хотят они ей напакостить. А кому не говорили, продолжайте наблюдение. Алло, Алексей Викторович, тут за Костиком бабушка пришла. Ну, это нормально. Время сейчас такое, что лишний раз приглядеть за ребенком хуже не будет. А я думаю, может, это она сообщник? Ее-то почерк Фомин узнал. Но на всякий случай наблюдайте за обоими. Около школы появилась мать Фомина, Мария Ивановна. Судя по всему, она ждала внука. О, ну как дела, малыш? Сколько раз себе повторять, никакой я не малыш. Ну, прости, прости, совсем забыла. На, вот, поешь. Освободишься в четыре? Сколько раз, можно, спрашиваю. Да, в четыре. Ну, прости, я же старенькая. Старенькие дома сидят. Они внуков школы позорят. За всеми уже давно не приходишь. Что, я девчонка, что ли? Ну, да. Ну, пойдем. Мария Ивановна привела внука в спортивную школу. Костик, я сейчас в магазинчик отойду. А ты без меня никуда не уходи, понял? Да понял, понял. Серега, я тогда за ней. Тогда я здесь. Окей. В ожидании внука мать Фомина отправилась на почту. Лена проследовала за ней. Лена заметила, что по дороге Мария Ивановна зачем-то сняла очки. Ой, ну надо же. Старость, не радость. Очки дома забыла. Ух ты. Девушка, будьте добры. Вы мне не поможете. Очки дома забыла. Мне нужно срочно телеграмму дочке дать. Телеграмма коротенькая. Она у вас много времени не отнимет. Да, пожалуйста, хорошо. Спасибо вам большое. Давайте. Значит, город Энск. Улица Молодежная, 35. Квартира 12. В Оренцовой ОМ. ОМ. Так, теперь текст. Он подлец. Точка. Пожалеешь. Теперь обратный адрес. А подождите, а подпись? Да вы знаете, зачем деньги тратить? Дочка и так знает, что это мама. Пишем обратный адрес, и я вам буду очень признательна. Так, город написала. Ага, улица Светогорская, 28, Тимофеевой А.Г. Тимофеевой А.Г. А.Г. Светогорская. Что-то я такую улицу в нашем городе не знаю. А вы у нас прямо все улицы знаете. Спасибо вам большое. Я вас больше не задерживаю. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Сережа, давай быстро на почту. Это прямо слева от школы. Значит, давай следи за нашей бабушкой, потому что мне светиться уже больше нельзя. Только что я ей писала телеграмму антисвадебную. Видимо, это для нашей девушки. Выходя из школы после родительского собрания, детектив Насонов разговаривался с Романом Фоминым. Фомин жаловался, что его сын от первого брака Костик взялся изводить его невесту Олю, Ольге подбрасывают мертвых птиц. Угрожающие записки, как думает Фомин, воздействуют на нее, чтобы она передумала выходить за него замуж. Детективы понаблюдали за сыном клиента. Костя действительно обсуждал со своим приятелем, как бы напакостить какой-то женщине. Но одновременно слежка показала, что угрожающие записки дело рук Марии Ивановны, матери Фомина. Мария Ивановна подошла к дому, где жила невеста ее сына Оля. Вошла в подъезд. Сергей проследовал за ней. Алексей Викторович, ну, в общем, эти записки на телеграммных бланках дело рук Марии Ивановны. Ай да Мария Ивановна, ай да хитра. А что, раньше записки тоже писали на телеграммных бланках, да? Узнаем у клиента, а что Костик? Костик, ничего, дом, спортшкола, школа, дом. Серега за ним следит, к подъезду Ольги он не подходил. Так что, видимо, преступный замысел осуществить не удалось. Удалось, удалось, еще как. Как это? А очень просто. Так вы же сидели у себя в кабинете и не выходили. Откуда вы знаете? У меня есть бесплатный и абсолютно секретный агент. А, то есть нам можно увольняться, да? Ну, не сегодня. Ты забыла, моя дочь учится в одном классе с Костиком. А, точно. И что? Все, что мы слышали, это имело отношение не к Оле, а к учительнице математики. Ты представляешь, во время урока, когда та писала задание на доске, Костик заклеила очки. И она их одела. В общем, весь класс валялся со смеху под партами. Получается, что Костик пакостит и Оле, и учительница? Я думаю, что на Оле у него не остается силы. Вообще, личные проблемы отца его волнуют гораздо меньше, чем свои. Ну, что, остается только мать Романа. Ну, это что, получается, и она писала записки, и она подкладывала этих мертвых птиц. Ну, записки, да, а она вот насчет мертвых птиц. Я что-то сильно сомневаюсь, пожилая женщина, вдруг кто увидит. Ты представляешь, какой позор. Да. Ну, а нам-то что, клиенту говорить? Ну, будем, наверное, наблюдать дальше. Угу. Алло. Да, Роман. Идем, напоминай. Так, хорошо, поедем вместе. Да, вот там все и узнаем. Чего там, случилось у клиента, что-то? Ему звонил отец Оли. Он вне себя от этих постоянных происшествий. И считает, что во всем виноват Роман, потому что не может разобраться со своими бабами. Что, новая акция против невесты? Кто-то встретил Оли по дороге из института и облил ей платье краской. Да. И что, вы будете туда поедать? Да, пора познакомиться с родственниками со стороны невесты. Ну, Роман, что намерен делать? Знакомьтесь, Михаил Миронович. Алексей Викторович Насонов. Частный детектив. Я его пригласил. Михаил Миронович. Рад знакомству. Привет, да? Частный детектив? А это зачем? Ну, как зачем? Пора, в конце концов, понять, что происходит. Я вас уверяю, что никаких связей на стороне с другими женщинами у меня не было. Да я не меньше вашего беспокоен тем, что происходит. Вот поэтому пригласил Алексея Викторовича, чтобы он во всем разобрался. Я охранял Олю, пока я на работе. В конце концов, мне не меньше вашего беспокоен то, что происходит. А он во всем разберется, в конце концов. Молодец. Одобряю. Ну, так зачем частный детектив? Дело-то семейное. Люди засмеют же ведь. Смешно же ведь. Если он хороший детектив, никто и не узнает. Да и потом, мне плевать, что твои подруги скажут. Мне дочка и ее счастье дороже. Здравствуйте. А я за тортиком бегала. О. Заочно мы с вами уже знакомы. Очень рад знакомствовать. Нельзя ли поподробнее о сегодняшнем инциденте? Ну, в сущности, ничего особенного. Если бы до этого ничего не было, я бы и внимания не обратила. Ну, если можно, все-таки давайте поподробнее. Ну, возвращалась из института, а у подъезда подбежал мальчишка, обрызгал из водяного пистолета и все. А платье можно посмотреть? Нет, я его уже застирала, пока пятно свежее. Это, кстати, по-моему, акварельный раствор был, потому что очень быстро все отстиралось. А мальчишка знакомый? Сколько ему лет? Нет, не знакомый, я думаю. А на вид-то лет восемь-девять. Мне кажется, он из нашего двора, потому что, ну, у нас большой дом, а я никого не знаю. А при встрече опознать сможете? Нет, думаю, нет, потому что он на роликах был и уехал быстро. Угу. Ну, вы успокойтесь, Ольга, теперь вы под нашей защитой, мы будем вас охранять, пока Роман будет на работе. Ага. Спасибо вам большое, я очень рада. Вы извините, у меня на мобильной батарейке села, я могу воспользоваться вашим городским телефоном? В чем разговор? Там на кухне, пожалуйста, а мы пока торт без вас придем. Спасибо. Ну, ладно, никто не будет. Ну, как-то никто не будет. Насонова неуловимо насторожила поведение матери невесты. Попросив воспользоваться городским телефоном, Насонов установил возле аппарата скрытую камеру. А я только что от Варенцовых поставил там скрытую камеру. Что, показалось что-то подозрительным? Да вот даже не могу объяснить, что показалось подозрительным, но это сейчас не главное. Если у Романа есть соперник, то его надо обязательно вычислить. Угу. То есть я завтра на прослушке. Точно. А ты, Сергей, походи за Олей. Алло. Алло, Алексей Викторович, вы вот только от нас ушли, а к нам соседка сразу зашла. Какая соседка? Ну, из первого подъезда сказала, что видела, как из окна ее внук облил мне платье, извинялась и предлагала постирать. Ну, ясно, ясно. Закономерная случайность. Да, наверное. Олю облил краской соседский мальчик. Больно белым платьем, ему показалось. Соседка приходила сейчас извиняться. Одной проблемы меньше. Помощники детектива наблюдали за домом Варенцова. У подъезда Олю поджидал незнакомый молодой человек. Блин, я соскучился. Слушай, отстань от меня, мы, кажется, уже это обсуждали. Твоя мама, значит, не врет. Ты замуж выходишь? Да, выхожу. А тебе какое дело? Любишь его? Люблю. Не твое дело. Как это какое? Очень даже мое дело. Лукицкому еще никто не отказывал. Слушай, я в институт опаздываю. Ну, куда ты не пойдешь, пока мы не договорились? Слушай, парень, тебе, по-моему, девушка явно дает понять, что она не хочет с тобой разговаривать. А это еще кто? Женишок твой, что ли? Говорили, пенсионер. Это не он. Не хами. Не он? А в чужой разговор вмешивается. Дурной тон, надо с этим бороться. Мы с тобой об этом позже поговорим. А теперь она пойдет. Иди. Руки убери, ты кто такой вообще? Прохожий. Ну и проходил бы себе. И пройду. Вот только чтобы я тебя больше рядом с этой девушкой не видел, понял? Да пошел ты, телохранитель хренов. Алексей Викторович, ну, это я его видел, я понял. Это Александр Лукицкий, бывший одноклассник Оли. А почему думаешь, что он? Потому что явно имеет на нее виды. Типа такой скользкий, мерзкий, такой мукоголубь и все такое. Ясно. А ты где? Я за Олей сопровождаю его в институт. Ну, не надо ей сейчас одной. Ага. А Лена квартиру слушает. Хорошо, я сам его проверю по базе. Да, Алексей Викторович, я слышал, ну, по крайней мере, Оля так говорила, что Саша откуда-то вернулся. Интересно. Надо выяснить, откуда и как долго его не было. Поговори с Олей, может, она знает. И сразу звони мне. Хорошо, понял. К детективу Насонову обратился Роман Фомин. Его сын от первого брака Костик взялся изводить его невесту Ольгу. Детективы установили, что Костя действительно строил козни, но не невесте отца, а своей учительнице. Выяснилось также, что угрожающие записки – дело рук Марии Ивановны, матери Фомина. При этом Ольгу преследует бывший одноклассник. Нютик, привет. Да какой ты жених. Лена вела наблюдение за квартирой Варенцовых. Ребенок. Зарплата бюджетная. И не говори. Слушай, я уже принимаю меры. Ага. Ну, все, созвонимся. Пока. Алло. Да. Ну что, все как договорились? Ты смотри на тене. А то они сегодня заявление в ЗАГС подают. Да. Да, и про родинку не забудь. Да направо, направо. Неужели так тяжело запомнить? Ну все. Алексей Викторович, я прослушала два разговора Натальи Владимировны. Один с какой-то подругой Аней, другой с мужчиной. Имен она не называла. А нашего дела касается? Вроде как касается. Она сказала, что они вот подают заявление в ЗАГС, и она начинает принимать меры. Еще что-то про родинку про какую-то говорила. Какая родинка? Чья? Да непонятно. Разговор был короткий. Она спросила, все ли сделали, как договорились. Вот. И сказал, не забудь про родинку. Так. Становится все горячее. А теперь какие-нибудь новости есть? Да, есть. Он видел Олю с бывшим одноклассником. Так может, это он? Ну вполне мог бы быть. Он сын высокопоставленного чиновника. И я не исключаю, что он нравится Оленой маме. Особенно в комплекте с папой и всем остальным. Но у него алиби. Какое? По вольной информации, он вчера вернулся из-за границы, где подтягивал английский язык. Я проверял это так. Если не он, то кто? А думаю, вот-вот все прояснится. Я отправил Сергея пообщаться с соседями, а ты продолжай наблюдать и сообщай обо всем подозрителям. Угу, хорошо, ладно. Алло, Роман, как дела? Вроде все успокоилось. Сегодня подаем заявление. А вечером отвечаем помолвку. Будем рады, если вы присоединитесь. Ну, конечно, если получится. Да. Фомин и его невеста подали заявление в ЗАГС и отмечали это событие в кафе. За ними вела наблюдение Лена с камерой. Сергей и Алексей Насонов следили за ситуацией по монитору в машине. Кто говорит? Какая малышка? Что за чувства несешь? Какая родинка? Да я тебе морду набью, гад! Это что? Что случилось? Скажи, Оля. Почему до сих пор мы не были близки? Мы это уже обсуждали. Значит, этому гаду можно, а мне нет? Кому можно? Ну, я не знаю, кому ты свою родинку на попе показывала. Да ты что? Ты будешь верить, что ли, всем, кто обо мне будет врать? Я уже больше не могу. Ты просто это все подстроила, чтобы не жениться на мне. Оля! А-а-а! Что ж ты наделал-то? Оля! Так, она еще... Оля, девочка моя, что с тобой? Алексей Викторович, тут рядом моя клиника, гадите туда. Давайте в мою машину, да и вызывайте. Девочка моя, что с тобой случилось, Оленька? Быстрее, быстрее, быстрее. Рома, ну как? Ну что, говорите только правду. Все, все хорошо. Операция прошла. Успешно. Слава Богу. Ты оперировал. Я. Спасибо вам. Спасибо, Оленька, за дочку. Что же все-таки случилось? Ну, мы сидели с Олей в кафе. На мобильный телефон позвонил какой-то мерзавец. Стал про Олю говорить какие-то гадости. Ух! Ну, я не сдержался, кровь закипела. Договорил Оле всякие гадости. Она выбежала на улицу и ряба под машином. Звонок? Какой звонок? Наталья Владимировна, тот звонок, который вы организовали, это же вы рассказали подонку про родинку дочери. Это вы подбросили мертвую птицу. Вы подбрасывали яйца. Мы все выяснили. Потому что я не верю этому. Да, это я. А что я должна была делать? Отдать свою девочку? Чтоб он отвел ее в двушку к плаванной матери, посадил ее на зарплату, на свою бюджетную, на хлеб и воду? Ну, Наталья Владимировна, я от вас этого не ожидала. Вот так вот обращаться со своей дочерью. Какая низость. Ой, Мария Ивановна, вам ли говорить-то? Это же вы писали письма на телеграфных бланках, подбрасывали Оле. Я ничего не писала. Ну, конечно, вы поступили хитрее, сами этого не писали. Вы просили других людей. Вон там, посмотрите, узнаете свою помощницу? Баба, и ты тоже. Сынок, ну я же хотела как лучше. Ну, разве тебе со мной плохо? Разве она постирает, накормит тебе, как я? И потом с твоей работой, с гастритом. Роман, я не знаю, как мы с ней уживемся под одной крышей. Да вы все виноваты. Ваш родительский эгоизм. Вы так пеклись о счастье своих детей, что Ольга чуть не погибла. Михаил Бералович, что с вами? Да ты, оказывается, мужик. Роман Ильич, с тобой за дочку спокойно. Оля поправилась. Вскоре состоялась ее свадьба с Фоминым. Матери молодоженов вынуждены поддерживать хорошие отношения. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, молодой человек, вы что, не знаете, что у нас тут дети? Что это вы здесь разбегались? Ну, извините. У вас Олег тут, смотрю, красивый. Я не могу в другое время бегать. Только в эту, у меня ненормированный рабочий график. Форму-то поддерживать надо? Форму поддерживать? Интересно. Бегают тут всякие разные. Давайте-ка, молодой человек, бегите отсюда, пока милиция у вас не сдала. Минуточку. Да. А вы вообще кто такой будете? Я вообще-то частный детектив. Частный детектив? Ну, слава богу. Да нет, говорит, частный детектив, а там кто его знает? А у вас что, случилась кража? Да. Ну? А вот у Ниночки Сергеевны, нашей заведующей, драгоценности пропали. Причем половину оставили. А как, что, прям с вас сняли или как? Да нет, нет. Ой, господи. Вот видите, вот там мой кабинет. У меня в доме идет ремонт, понимаете? И я взяла все свои драгоценности в шкатулочку и принесла на работу. Да, дело-то серьезное. Но я что, могу шефу позвонить? Хотите? Ой, да конечно хочу. Я только собиралась в милицию звонить. А вы его помощник будете, да? Да. Ой, пожалуйста, звоните быстрее. Все, все, звонит сейчас. Алексей Викторович, тут дело такое. Кража в детском саду. Ну, вот недалеко от офиса. Да, 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 в этом самом. Подъедете? Хорошо, жду. Ну все, я позвонил, он сейчас подъедет. Ага, хорошо. Вот. Скажите, а окно у вас все время было так открыто? Ну так жарко же. Ха. Ничего. Сейчас мы это дело сами раскроем самостоятельно. Я, между прочим, и без шефа. Такие киражи раскрывал. Я и агентство свое собираюсь открыть. Так, а лестница у вас есть? Да, вот за дверью. Ага. Помощник решил, что похитителем могла быть обычная ворона. Сейчас посмотрим. Все вернем. Хорошо бы. Ну что, ваше. Ну шо, твой молодой человек мне какое-то барахло принесли? Что? Да вы поймите, у меня драгоценности пропали. Настоящие драгоценности. Ну не переживайте. Все равно все отыщем. Сейчас шеф приедет. Да. Здрасте. Здрасте. Я частный детектив, моя фамилия Насонов. Это моя помощница Лена. Ну что, попробуем вам помочь? Вот, собственно, здесь все и произошло. Я даже кабинет на ключ стала закрывать после этого случая. То есть вы хранили драгоценности в этом кабинете? Да, да, именно. Нина Сергеевна, а вы не будете возражать, если мы установим здесь видеонаблюдение? Да, пожалуйста, ради бога, пожалуйста. Иван, тогда поезжайте в офис, привезите камеры и выберите на улице место, чтобы машина в глаза не бросалась. Так, значит, вот здесь вы хранили свои драгоценности? Да, да. Здесь и брошки, и кольца, и цепочки. Вы знаете, очень дорогие украшения. Мне так обидно, они мне по наследству достались. Дело в том, что у меня ремонт в доме идет, и посторонние люди. Ну, сами понимаете, бог его знает, что за люди. Вот, и я думаю, дай соберу все это в шкатулку и принесу на работу. В общем, припрятала. А стол, я смотрю, у вас не закрывается. Так у нас все свои, чужих нет. А когда вы заметили пропожду? Да вот, только сейчас, когда уходила с работы. Я думаю, дай загляну в шкатулку, потому что я все, ну, пытаюсь найти какой-то подарок для Яночки к свадьбе. А Яночка, простите, это кто? А Яночка, это невеста моего сына Никиты. Вот, вот они мои молодые. А помимо украшений что-то еще пропало? Ой, да вы знаете, глупость какая-то просто, ей-богу. Часть приглашений на свадьбу. Я уже думаю, ну, кому они нужны? Ну, ладно, золото. А эти картонки-то кому понадобились? Я еще подумала, надо было их Яночке отдать, чтобы уж она этим и занималась. У нее и почерк лучше. Ну, будем разбираться. Надеюсь, поможем вам. Скажите, а кто еще знал, что вы храните на работе драгоценности? Да, собственно, никто. Вот разве что Танечка, наш методист. Вот, и воспитатель Ирина Анатольевна. Не, ну, вы знаете, они такие надежные люди, я в них абсолютно уверена. А вы давно ее знаете? Давно, да. Танечка мне вообще как дочь родная. Да вот, кстати, ее фотография. Вот эта Танечка, то есть ее и дети в наш сад ходили, и муж у нее замечательный. Вот, а вот эта воспитатель, это Ирина Анатольевна. Ну, мы с ней вообще 30 лет знакомы, шуткали, мы с ней вместе начинали. Да она просто мне, она не коллега, а сестра родная. Ну, вот как получается. Одна как дочь родная, другая как сестра. А драгоценности-то пропали. Ну, шо-шо. Не хотите же вы сказать, что... Не знаю, будем проверять. А сейчас вернется Иван, мы установим видеонаблюдение. И просьба еще такая, пожалуйста, дайте данные вот этих сотрудниц Ивана, все адреса, телефоны, все, что у вас есть. И вот эту групповую фотографию, хорошо? Ну, хорошо, да. Вон идет Татьяна. Угу. Сашка! На вид просто ангел. Да и заведующая сказала, что ей доверяют. Ну, мало ли какие у людей бывают обстоятельства. Я думала, ты к дому подъедешь. Конспирация, штирлиц. А вдруг муж увидит. Спасибо. Вот тебе и ангел. Да. Дружок у нее. Морда бандитская. Драгоценности хоронились в практически неохраняемом помещении. И взять их мог любой, кто о них знал. Ну, где мой вообще? Одни кости. Ай-ка мне что-нибудь, быстренько. Сейчас. Что-нибудь. Какая шугарная, я сейчас нормально. Для мужа такая. Ой, какая прелесть. Ой, только куда вот это все носить? Это только начало. Спасибо. Слушай, ну а чего мы завтра с тобой? Что, у нас получится что-нибудь? Завтра. Все по плану. Ну, отлично. Муж на работе. Я спросилась. Едем на дачку и все устроим. Шикарно. Да, помнадеет, что они нас не заметили. Да, думаю, нет. Ну, пока. Давай. Ой, черт, чуть не забыл. Нет, нет, это себе оставляй. Да? Ну, пусть у меня остается. Тогда завтра восемь. Я за тобой заеду. Похоже, они решили развлечься и спрятать заодно сверток. Ты как считаешь? Да. Об этом надо срочно доложить Мекси Викторовичу. Поехали за ним. Интересно, что было у них в свертке? Те самые драгоценности, конечно. Да. По ее наводке этот крендел украл драгоценности и решил припрятать их на даче. Ну, заодно и поразвлечься. Ну, что, может быть, может быть. Отмотай, пожалуйста, на первую съемку. Так, вот здесь, стоп, стоп. Что вот это? Посмотрите внимательнее. Неорганическая химия 2006 год. Странный убор. Ну, так может быть, это не его? Детективы приехали следом за Татьяной Дудиной и ее спутником на какую-то дачу. Да, чтобы дом никуда не попало. И все. Так. Ну, подальше и ставь чуть-чуть. Там мужчина развернул пакет, в котором оказались обычные петарды. Ахмут, поджигай. Давай. Так, три-четыре. Давай. Давай. Ой, у меня горит. Бежит, 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 бежит. Скорей, скорее, 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 отходи. Ахмут. Это все, что было в свертке? Да, выходит, дорогой. Там нет. Я ничего не думаю. Ты гениальный брат просто. Гениальный брат. Ты супергениальный брат. Ну, что будем делать? Дожди, дай послушаю. Просто. Значит, слушай меня. Мы с тобой. Держи. Держи. Мы с тобой сначала запускаем вот эти. Так. Потом вот эти. А потом вот такие у тебя там есть, это со звездочками такие. Хорошо? Со звездочками последние, да? Да. Хорошо сделаем. А потом я такая красивая иду и несу запонки твои. Ага. Запонки какие-то, я ничего не понимаю. Пойдем с ним поговорим. Да я сам. А что скажем? Ну, что будем импровизировать? Камеру берем. Соседи! Есть кто дома? Э, открыто, заходите! Можно, да? Можно. Да, заходите, конечно. У заведующей детским садом Нины Сергеевны Потаповой кто-то украл из шкатулки, хранившейся в рабочем кабинете, часть драгоценностей. В кабинет заведующей имели доступ методист Татьяна Дудина и воспитатель Ирина Коржакова. Вскоре детективы зафиксировали, как Дудина встретилась с подозрительным мужчиной. Тот преподнес ей в подарок какое-то украшение, а затем Татьяна со своим спутником договорились поехать на дачу за город. Детективы заметили у них какой-то сверток, но оказалось, что в свертке были самые обычные петарды. Детективы решили установить личность незнакомца. Заходите, заходите. Спасибо. Здравствуйте. Присаживайтесь. Добрый вечер. Спасибо. Выполнили. Спасибо. Вот ваши соседи, меня Ваня зовут, это Лена. А мы на самом деле... Привет, Татьяна. Саша. Очень приятно. Да, вот вечером гуляли, увидели ваш фейерверк просто потрясающий, отличный борт. Да, фейерверк понравилось? Очень. Автор. Моя работа, да. Вы что, сами делали? Сам, да. Полностью, Крым? Химик, ученый-химик я. С ума сойти. С ума сойти. Повезу-то как. Может, нам тоже как-то такое. Хотите приобрести? А вы... Можно как-то с вами договориться, да? Ну, если на цене сойдемся, то почему нет? Отлично. Здорово. А у вас праздник какой-то, да, сегодня? Да не, не сегодня. У нас завтра у мужа моего юбилей. День рождения у мужа. Танюшкина. Понятно. Тогда, может, телефончик, наверное, да? Подозрительный человек оказался братом Татьяны Тудиной. Татьяна рассказала новым соседям по поселку, что они всей семьей собираются отмечать день рождения ее мужа. Брат купил в подарок ее супругу золотые западки и изготовил самодельные петарды, поскольку является специалистом химиков. Ладно, если что, вы тогда или звоните на мой номер, или к сестре на дачу заходите. Я с ней уже лично переговорю. Или вы кто? Хорошо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, красивый салют. Все сходится. Я проверил по базе. Куропаткин является начальником отдела нехимической промышленности. То есть остается воспитательница? Есть еще сын, Нина Сергеевна Никита. А, счастливый жених? Ну да, его я проверю сам. Надо только выяснить, в каком институте он учится. О, какие люди, как оно? Какое утро. Ничего. Привет. Ну что, куда пойдем вечером? В кафешку какую-то. Здравствуйте. Спросите, а вы Никита? Да. А вы Яна? Да, а что случилось? Я частный детектив, моя фамилия Насуна. А, что случилось? Я хотел бы с вами поговорить по поводу драгоценности, которые пропали у вашей мамы. Как? А вы ее не знали? Нет, дома такого разговора не было. Но ваша мама хранила драгоценности у себя на работе. Так на работе надо искать. А вы ее воспитательницу Ирину проверили? Вроде простая воспитательница, она на марке ездит. Хотя нет, у нее-то на работе хорошие церкви работают. А про машину-то вы откуда знаете? Да дома был разговор, просто она по телефону с мамой говорила. И нам говорит, что без мужа, зато в машине. В машине, да, было. Я тоже слышала. Ага. Ну, спасибо. До свидания. Детективу показалась странной реакция молодых людей на, казалось бы, очень простой вопрос. Похоже, что у сына были свои планы на драгоценности матери. Да, и планы провалились. И он жутко расстроен. Но нам все равно надо проверить Ирину, выяснить, действительно ли у него новая машина. Детективы вели наблюдение за Ириной Коржаковой. Хорошенькая машина. Да. Алексей Викторович. Да. Запишите, пожалуйста, номер машины. Евгений, 142, Александр Сергей. Хорошо, слева эти заняты. Да-да-да. Нина Сергеевна, здравствуйте. Да, добрый вечер. Нина Сергеевна, скажите, а у Ирины Анатольевны большая зарплата? А клад – полторы тысячи рублей. Ну, в сущности-то копейки. К сожалению. А на какие же деньги она купила машину? А она в кредит взяла машину. Да, я помню, что я еще справку подписывала о доходах. А в каком банке, не помните? А, в честь, в чем? Суперкредит вспомнила. Да, вы знаете, она и машину-то по необходимости купила. У нее сестра инвалид, и ей полезен свежий воздух, а у них в пригороде датчика небольшая. Ну, в общем, без машины как без рук, сами понимаете. Хорошо, понятно. Спасибо, Нина Сергеевна, до свидания. Пожалуйста, до свидания. Детективы приехали в квартиру Ирины Коржаховой. Но той не оказалась дома. А вы чего тут звоните? Здравствуйте. 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 А мы соседки вот к вашей, что-то не открывает? Не открывает, на работе она. А вы кто такие? Мы страховое агентство, но нужно оформить страховку, она же машину купила. Да, да, страховка. Ой, вечером приходите. Сейчас сестра у нее дома, но она вам не сможет открыть, она инвалид. А с мужем она разошлась. Да. А что? Прогнала кобелина. Не посмотрела, что деньги хорошие зарабатывает. А кто муж мне? Ой, Виталик-то ювелир. Здесь недалеко работает. Владимир, спасибо. До свидания. Так, ну вот все и начало исходиться. Воспитательница крадет драгоценности и сбывает через своего бывшего мужа, ювелира, чтобы обеспечить сестре относительный комфорт. Да, при этом всем рассказывает про кредит в банке, да? Кредит я проверил, он настоящий. Возможно, это только для отвода глаз. Поэтому наблюдайте за ней и учтите, сегодня пятница, короткий день. Ирина Коржакова приехала в дорогой детский магазин. О! Алло! Сереженька! Ждете? Ага. Ну как там мои зайчатки? Скажи, бабушка скоро приедет. О! Внукам подарки везет. Да уж, магазинчик, господи, дорогой. У нее положение она еле-еле к концу с концами должна сводить. Да еще при таких процентах по выглоте. Да. Так. Барышня, вам помочь? О! Привет! Здорово, здорово! Привет! Че, как дела-то? Ничего, нормально. Твой? Мой. Ну как тебе моя красавица? Ну че, одобря. Молодец. Коробочка-автомат? Да. Да, да. Молодец. Да если б не ты, никогда бы в этот кредит не полезла. Никогда. Ну ладно, че там, есть деньги, помогу, а не будет к тебе обращаться. У меня у каждой женщины такой прекрасный бывший муж. Да ладно, ладно. Ну, я тебе че хочу сказать. А это кто, бывший муж? Да. И покупки, судя по всему, она делала за его счет. Ушел последний подозреваемый. Да, пожалуй, воспитательница вне подозрения. Ну и кто же тогда? Так, давайте сначала, что пропало у нашей клиентки? Так, драгоценности, и то не все, только какая-то часть. И... Приглашение. Нина Сергеевна. Да. Здравствуйте, простите, что опять вас отрываю. Ой, да ничего, ничего страшного, пожалуйста. Ну, как там, что-нибудь проясняется, нет? Вы расскажите мне про свою будущую невестку. Ой, вы знаете, у нас такое случилось. В общем, рассорились мои молодые. А что так? Да не знаю, вот сначала люблю, женюсь, понимаете, а потом вот... Ну ладно, ничего. Я думаю, что они у меня хорошие, помирятся к свадьбе. И все-таки давайте про Яну. Про Яночку? Ну, я не знаю, что про Яночку. Вы знаете, девочка очень приличная, из хорошей семьи, из интеллигентной, я бы сказала, семьи. Скажите, а Яна знала, где вы храните драгоценности? Да, конечно, знала. Я ей показывала, она тут пару недель, что ли, назад ко мне приходила. И? Ну, я при ней доставала. Я же все пытаюсь понять, что ей понравится, чтобы на свадьбу подарить. То есть она видела, где вы храните драгоценности? Да, я при ней доставала. А вы что, вы... Вы что, хотите сказать, что Яночка воровка? В детском саду произошла кража. Из кабинета заведующей Нины Потаповой кто-то вынес часть драгоценностей, хранившихся в шкатулке. Под подозрение попала методист Татьяна Тудина. Однако угрюмого вида человек, с которым она встречалась, оказался ее братом. А в странном свертке были всего-навсего петарды. Детективы установили наблюдение за воспитательницей Ириной Коржаковой, которая недавно купила иномарку. Вскоре, однако, выяснилось, что Коржаковой помогает деньгами бывший муж. Подозрительно ведет себя невеста сына Потаповой, Яна. Оказалось, что она тоже видела, где хранились ценности. Детектив снова приехал в детский сад, чтобы поговорить с заведующей. Нет, 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 только не Яночка, быть не может. Жалко, что вы мне про эту встречу раньше не рассказали. Скажите, а где сейчас же у них невеста? Ну, сейчас они в институте. Да, вот через полчасика у них лекция закончится. И срочно отправляйтесь к институту. Меня интересует будущая невеста. Давай. Яна зашла в банк и получила там крупную сумму денег. Затем она отправилась в ломбард. Хорошая девушка. Вань, позвони Алексею Викторовичу. Да. Алексей Викторович, Яна из института отправилась в банк. Мы сейчас в ломбарде. Интересно. Продолжайте наблюдение. Ваня, на машину ловит. Послушай, куда она едет. Детский сад, знаете? Адрес детского сада, по-моему, диктует. Зачем ей ехать в детский сад? Если только все остальное еще забрать, еще она не успела. Яна поймала машину и отправилась в детский сад. Что ей там понадобилось? А мы должны ее обогнать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, необходимо выйти из вашего кабинета на несколько минут. Выйти? Зачем? Ну, непонятно, что задумал преступник. Но, похоже, несмотря на риск, он собирается сюда снова вернуться. Поэтому давайте выйдем. Да, давайте, конечно. Давайте выйдем. Нина Сергеевна, вот монитор, на котором выведено изображение того, что происходит у вас в кабинете. Я думаю, сейчас будет что-то интересное. Яночка. Яночка. Да, Яночка. Такие вот дела. Ну что, я думаю, дальше наблюдать смысла нет. Пойдемте. Яночка, я ведь тебе как дочери доверяла, а ты... Ниночка Сергеевна, я сейчас все объясню. Пожалуйста, подождите, я сейчас все объясню. Что ты мне объяснишь? Что и так ясно? Я сейчас объясню. Нина Сергеевна, смотрите, а драгоценность у вас не убавилась, а наоборот, прибавилась. Ой, правда. Действительно, здесь даже те, которые пропали. Яно, я прошу тебя, скажи мне всю правду. Ниночка Сергеевна, я же главное все вернула. Я все вернула. Хорошо, зачем брала? Ниночка Сергеевна, я все делала свадебное платье. А что платье? По-моему, замечательное платье. Я только один раз его надевала. Ну, Ниночка Сергеевна, вы понимаете, оно же ваше. Я хочу свое, я хочу единственное, я хочу его хранить, понимаете? Я всегда хотела платье, чтобы все ахнули вокруг. Я думала, что это будет традиция, ведь платье, это несет счастье. И ты передала бы его своей дочери. Понимаете, я шла по улице, и вдруг увидела его в витрине магазина. Оно такое. Да я ни пить, ни есть, ничего не могла. Ниночка Сергеевна, ну вы же меня понимаете. Ну, Ниночка Сергеевна, свадьба, это же один раз в жизни, Ниночка Сергеевна. И вы решили позаимствовать у Нины Сергеевны часть драгоценностей, чтобы выкупить платье? Ну да. Ну, я сначала у родителей, честно слово, денег попросила. Но пока они с другого города подойдут, ну, платье-то уже не будет. Ниночка, ну почему что у меня не попросила? Ну, ты же знаешь, я бы тебе дала. Ну, Ниночка Сергеевна, вы такую традицию придумали. Боже мой. Ниночка Сергеевна, я хотела, честное слово, я хотела, я пришла, я хотела с вами поговорить. Ниночка Сергеевна, ну, вы мне начали показывать свои драгоценности. Потом в буральник в шкафу. Потом к Татьяне Борисовне у нее спустились. Ну, я и взяла все, что под руку попалось. Ну, что ты потом с ними делала? Сдала, Ниночка Сергеевна. Ну, в ломбард встала, но сегодня деньги от родителей пришли, я их сразу же, сразу же выкупила, Ниночка Сергеевна. И вот таким образом решили вернуть драгоценности обратно? Ну, да, она бы даже и не заметила. Ниночка Сергеевна, простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Ну, простите меня, пожалуйста, Ниночка Сергеевна. Вы меня после этого даже видеть не захотите, да? Ну, что ты, Яночка, ну, не говори ты глупости. Боже мой, все из-за какого-то платья. Ниночка Сергеевна, ну, что ты говоришь? Раз в жизни. Знаешь что? Выбирай себе подарок. Ниночка Сергеевна, подарок? Да, это от меня на свадьбу. Что их жалеть-то? Ниночка Сергеевна, на, он все равно. Ниночка Сергеевна. Да, ведь наша жизнь, это то, что сегодня, это то, что сейчас. Спасибо. Большое, Ниночка Сергеевна. Алексей Викторович, а как вы все-таки догадались, что это Яно? Ведь вам стало все известно еще до того, как заведующая вам рассказала о визите невестки. Ну, как догадался? По приглашениям на свадьбу. Кому могут понадобиться приглашения на свадьбу? Ну, скорее всего, тому, кто их писал и запорол одно или два. А кто у нас писал приглашение? Невеста. Яна и Никита поженились. Нина Сергеевна была очень счастлива за детей. Она действительно купила им машину и поставила себе в спальню маленький сейф. Подарок от коллег. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 А вы сразу возьмите за моё дело! Не откладывайте в долгий ящик! Как говорится, по горячим следам! По заданию Лукина, Лена опросила соседей во дворе дома клиентки, но её постигла неудача. Половина жильцов была на даче, другая ничего не видела и не слышала. Ой, простите, а можно вас на секундочку отвлечь? Пожалуйста, я по поводу кражи в 57-й квартире в этом подъезде. Ничего не знаете? А, да, несчастье. Знаете, какое несчастье? Это вообще обнагрели, представляете? Среди бела дня. Мы с Танечкой тут как раз вместе стояли, разговаривали. Потом она пошла к себе домой и через минуту возвращается. Вся в слезах, кричит, украли, обокрали. Ну я за ней квартиру поднимаю. Извините, что я вас переживаю. Может быть, раз стояли, видели каких-то людей посторонних, либо каких-то подозрительных личностей, ничего не заметили? Так я же сама только вернулась тогда. Танька ездила на дачу, а мы с... Это мой муж. Да, здравствуйте. А мы с ребёнком весь день парки провели. Все аттракционы облазили. Вот. Нас никого дома не было. А, ну ладно. А когда вернулись, я у Татьяны как раз в подъезде встретила. А из соседних квартир, может быть, шум какой-то слышали? Или там, не знаю, звуки какие-нибудь? Так никто же не живёт. Вот на нашем этаже только мы и Татьяна. Я и Татьяна живёт. Ой, извините, а то у меня тому, что... Да, вы меня извините. Всего доброго. Здрасте. Здрасте. Вам кого? Да я тут по делу, собственно, пришёл. Кто там? Здрасте. А-а-а, это вы. Ну что, нашли вора? Ну, а как я думала, что никогда не найдёте? Чё, пришли? Ну, мне нужно осмотреть место происшествия. Ага. И снять отпечатки поясов с двери у вас и у вашей семьи. Это что ещё за новости? Ну, это делается для того, чтобы исключить ваши отпечатки и найти чужие. Ой, делайте что хотите. Мне некогда с вами разговаривать. У меня там ужин на плите стоит. Давай. Сергей приступил к работе. Отпечатков на косяке двери было много. И, скорее всего, анализировать их будет бесполезно. Всё время, пока Сергей работал, из квартиры было слышно, как Татьяна раздаёт указания домочадцам. Заслуживала внимания только окурок, застрявший в пороге. Ой, как мне надоела эта дача. Каждый рак. Ты что, нашли что-нибудь? А это что за бычки? У нас никто не курит. А могу я посмотрю, то место, где я встаю? Вон сюда проходите, под кроватью. Угу. Только побыстрей. Кто бы ни помо... Всех просишь, не допросишься. Никто не поможет. Никогда. Самое смешное, когда приехали с дачи, Петька даже сумки не донёс до квартиры. Мне потом пришлось самой переть на девятый этаж. Чего сидишь-то? Видишь, дождь начинается. Иди бельё снимай. Расселся. Вы меня извините. Я тут это самое пойду. Жене помогу. Всё сама, всё сама. Никто без указки ничего сделать не может. Суровую тебе маман. Никому спуску не даёт. Дай пальчики. А мне плевать. Ну как так плевать? Мама расстраивается, переживает. А тебе что надо-то? Для расследования, что ли, спрашиваешь? Прикольная у тебя работа. Много платит. В зависимости от дела, когда как. Скажи, а вот ты сам что думаешь по поводу этой пропажи? Я ничего не думаю. Я в то время на даче с маманей был. У меня это, как его, алиби. Ну а ребята во дворе говорят что-нибудь? Чё, ребята? Чё, сразу ребята? Чё, я стукачу, что говорить, что ребята во дворе говорят? Ну ты пойми, что любая информация, к тому же важная, она может помочь в расследовании. Родителям поможешь. А чё, ребятам во дворе говоришь, что больше нечего, как об их деньгах? Да вообще плевать на их деньги. Достали уже, учись, учись. Хоть из дома беги. Ничего, порут-порут и успокоятся. Снова копить начнут. Сергей доложил Лукину о проделанной работе в квартире клиентки и получил новое задание. Ну что ж, молодец. Надо бы разработать связь этого Пети во дворе. Что-то темнит он. Может и права мамашина? Ну всё, пошёл внедряться в молодёжную компанию. Успехов тебе. Привет. А ты в этом доме живёшь? Сигарету дашь? Я не курю. А чё, вас тут вообще никто не жилет, что ли? Я так вот по двору прошёлся, походил вообще в пустыню. Почему все живут? Ну а где они эти все-то? По домам, что все эти уроки делают. Слушай, а ты кто? Тебе чё так интересно, что ли? Да я переезжать сюда собираюсь через два-три дня. Ну а так перед приездом решил заехать, посмотреть. С пацанами познакомиться. Там пивка можешь попить с девчонками. А, переезжаешь. Ну? Ну так это другое дело. Ранечка у нас в принципе весёлый. Парней крутых много. С девчонками правда проблема. Ну ничего, найдёшься чуть-чуть. Ну а где они все? В общем, парню понравились. Все её ознаного в больницу положили. С тех пор участковый подволь ходит. Блин, собака. Спокойно не даёт. Запросом с вами достал. Вот все и поячатся. Ну а ты чё тут один тусишь? Да, я Петьку жду, кореша своего. У него свои проблемы. Родаки к бабке отсылают. Ну чё, далеко засылают? Да не, недалеко. Здесь за кварталом. Просто у него бабка зверь. Она его на улицу не отпустит. Я его жду попрощаться. Ну ладно, давай, удачи тебе. Давай. Татьяна Смирнова обратилась в агентство детективов с просьбой о помощи. В воскресенье, когда семья была на даче, их квартиру взломали и обокрали. Причём вынесли только сейф с деньгами, которые они много лет копили на машину. А другие ценные вещи не тронули. Татьяна подозревает соучастие преступления 17-летнего сына Петю. Следственные действия детективов подтверждают, что эти подозрения имеют веские основания. Ну что, вы думаете, прокатит? Да прокатит, конечно, я всё чисто сделал. А если наедут? Да как наедут, так и отвянут. Ну а потом-то что? Потом? Лафа. А если всплывёт? Да ничего не всплывёт, там всё чисто. Ладно, пойду я, а то сейчас мать орать начнёт. Пашка ещё не ложился. К бабке пойду, заждалась уже. Сейчас опять звонить начнёт. Скоро там мой петушок прыгает, кукарик. Ну давай. Пока. Серёг, там сейчас парень из подъезда выйдет, проследи, куда он пойдёт. Давай. Что-то я не врублюсь, а что, у вас для бабки есть что-нибудь? Да за бабки всё что угодно. Ты чё, шутку шутишь? Я говорю, для бабки. Для пожилого человека, значит. Посмотри, полная витрина товара. Не видишь, что ли? Ты продавец, ты посоветуй что-нибудь. Не пиво же ей покупать. О, посмотри, зефир в шоколаде. Твоей бабке подойдёт? Ну а чё мя-то, старая, что ли? Какая старая? Видишь, накладные, сегодняшний завоз. Что говоришь-то? Давай, ладно, давай. Купил бабушке зефир в шоколаде. Тоже мне красной шапочек. Чё она замышляет, наверное? Нет, искренне заботу проявляет. Смотрел я ваши записи. Какие у вас будут версии? Да, ну, наверное, пока никаких. Соседи из двора сказали, что всё воскресенье рядом с подъездом околачивалась местная шпана. Матерились, бросали банки, окурки. Ну, всё. Всё как обычно. Я вот что думаю. Петя в ограблении, конечно, сам участвовать не мог. Потому что в этот момент находился в 30 километрах от дома на даче. Но вызывает по зрению следующее. Во-первых, он эту дачу как флаг выставляет. И про это алиби сразу мне сказал. Во-вторых, имеет репутацию во дворе крутого парня. А компания там явно полукриминальная. Так что ограбить не ограбил, но наводку дать мог. Что касается отпечатков, то их на косяке так много, что анализировать их просто бессмысленно. Согласен. Да. Игорь Петрович, ключ пропал. Ключ, говорю, от того самого сейфа. Я же его всегда в косметичке ношу. А сегодня глянула, а его нет. Вчера ещё было, а сегодня нет. Да что это такое делается-то, а? Успокойтесь, Татьяна Степановна. Приезжайте ко мне в офис, поговорим здесь в спокойной обстановке. Ну, не по телефону же. Да какая тут спокойная обстановка? Ну, ладно, сейчас приеду. Клиентка звонила. Похоже, там новое ЧП. Татьяна Степановна, скажите, а когда вы последний раз видели ключ от сейфа? Ну, так вчера и видела. Он у меня в косметичке лежит, а косметичка в сумке. Вчера он был. А пропажу ключа когда обнаружили? Сегодня утром. Полезла в косметичку лицо прибрать, а его уже там нет. Пропал ключ. Простите, а вы не могли его, ну, скажем, выронить, потерять? Да что вы такое говорите? Как я его могу потерять-то? Я же говорю вам, он лежит у меня в косметичке. Косметичка в сумочке. Хорошо. Значит, вчера вы ключ видели. А когда видели? Днем? Вечером? Вечером? Да. Я Петьку отправила к бабушке. Ну, и довел он меня до белого коленя. Я за валидолом сумку-то и полезла. И ключ еще был. Был ключ. А скажите, припомните, Татьяна Степановна, может быть, кто-то к вам в гости приходил? Да какие гости? Некогда мне гостей принимать. Что я прибралась, потом поужинали с мужем, потом поругались с ним и потом долго заснуть не могла. Хорошо. А что обо всей этой ситуации говорит муж? А что он скажет? Я же говорю, поругались мы с ним. А из-за чего ссора-то произошла? Вы знаете, это не ваше дело. Как я вам сказала, ключ пропал. Вчера был, сегодня утром, уже нет. Все, некогда мне с вами. Я пошла. До свидания. До свидания. Здрасте. А кто вы? Я Лена. А тебя как зовут? Меня зовут Вадик. Слушай, Вадик, а дома из взрослых есть кто-нибудь? Нет, никого. Я один. А что? Тогда ты мне подскажи. Попробуй вспомнить, где ты был в прошлое воскресенье. Конечно, помню. Мы же с мамой в парк ходили на аттракционы. А на большом колесе меня мама не пустила. Сказала только с папой. Он обещал с нами пойти, но не пошел. Слушай, а ты с Павликом из соседней квартиры дружишь? Дружу. Только его мама никогда гулять его не выпускает, даже со мной. А тут вчера вечером моя мама решила пригласить его. А его мама сказала, что скоро ужин и не пустила его. Понятно. Ладно, Вадька, спасибо. До свидания. Счастливо. Дверь закрывай. Ну что ж, очень неплохо. Ты молодец. Разговорить с ребенком и получить у него столько важной информации. Это большая удача. А какую важную информацию я получила? Ну как же, два важнейших факта. Первое, что в день кражи со взломом сосед Федор был, оказывается, дома. И второе, что в вечер пропажи Алла забегала позвать в гости ребенка Павлика. Довольно подозрительно, ведь она-то знает, что Павлика никуда не пускают. Так что давайте, работайте. И активно понаблюдайте за этим Федором. В процессе наблюдения Лена и Сергей пришли к выводу, что Федор ведет себя крайне подозрительно. В сберкассе он положил крупную сумму на книжку, а в магазине долго рассматривал и приценивался к ювелирным украшениям. Лукин, выслушав доклад помощников, решил, что настало время побеседовать с подозрительным соседом лично. Агентство детектива расследует квартирную кражу. Взломав дверь, воры вынесли только сейф с деньгами, а другие ценные вещи не тронули. Складывается впечатление, что воры целенаправленно шли за сейфом. Подозрение падает на ближайшего соседа Федора. Слежка за Федором выявила массу подозрительных действий, которые он совершает, пытаясь избавиться от денег. Здравствуйте. Меня зовут Игорь Петрович. Я частный детектив и как раз занимаюсь расследованием кражи у ваших соседей. Хотел бы задать вам несколько вопросов. Вы позволите? Ну, пожалуйста, проходите. Спасибо. Вы, наверное, в курсе, что в прошлое воскресенье у ваших соседей была кража со взломом. Вопрос. Где вы были в тот день и что делали? Ну, как где я был? Дома был. Целый день был. Но я ничего не слышал. Я, правда, с похмельем был. На работе премию дали за два года. Да какой два? За три года дали. Ну, мы, конечно, с ребятами присели. Значит, вы никуда не выходили. А может, в подъезд, там, не знаю, за газетками, за сигаретами. Может, вас видел кто-нибудь? Какие сигареты? Какие газеты? Я еле до туалета вон дополз. Все наизнанку вывернуло. О, извините, звонят. Хорошо. Алло, Сережа, ну-ка, прозвонись на автобазу. Узнай, когда рабочим последний раз давали премию. Угу. Извините. Что конкретно у ваших соседей пропало? Вы знаете? Ну, конечно, знаю. Сейф с деньгами. Так что соседи из-за пропажи сильно переживали-то? Может быть, скандалили, ссорились? Не, ну, конечно, переживают. Еще бы такое случилось. Ну, а так, чтобы они... Они живут тихо, их не слышно. Ну, так иногда вот слышно, как... Татьяну-то из-под двери всегда слышно. А Валентин Смирный такой, тихий. Ну, правда, где-то год назад у них что-то такое... Он как заорет. Может, подпрыгнули с алкой. Ну, вообще-то я считаю, что на женщину кричать нельзя. Я науку свою вообще не кричу, потому что мало-то, что у него больное сердце, а тут выясняется, когда вот спохмелье-то у меня. Я так прихватила, что я, в общем, еле-еле вызвал скорую. Приехали, сделали мне укол. Но, правда, полегчало. А во сколько это было? Ну, это... Ну, днем было. Мои гуляли, баба моя же. Ну, жена, в смысле. С ребенком в парке. Только ей не говорите, а то она психовать будет. Хорошо. Ну, что ж, спасибо вам большое. Помогли. Я думаю, что больше вас беспокоить не придется. Алло, Серега, дозвонился до автобазы, как я говорил? Да нет, не дозвонился. Занято там беспробудно. Может, он сюда подъехать? Нет, я думаю, подъезжать туда не надо. Продолжай дозваниваться. А подъехать надо вот куда. В скорую помощь. Узнай, был ли в воскресенье вызов на квартиру Федора. Кто выезжал, а какой диагноз. Ну, если удастся поговорить с врачом. Понял? Понял. Молодец. Сергей доложил Лукину, что выдачу премии работникам на автобазе и вызов скорой помощи на адрес Федора подтвердили. Версия, что Федор причастен к краже сейфа, провалилась. Однако у Лукина возникла новая идея. Доброе утро. Доброе утро. Давайте знакомиться. Я ваша новая соседка из 63-й квартиры. Меня Лена зовут. Очень приятно. А вы давно живете здесь? Как район? Всех, наверное, знаете, да? Какой из дочек. А можно к вам под зонтик напроситься? Спасибо. Нет, на самом деле, насчет района этого не право. Очень многое зависит от людей. Я не только про экологию говорю, а вот когда у людей, ну, лицо приветливое, там, смотришь на человека, когда его встречаешь, доброе, интересное лицо, ну, тогда как-то на душе хорошо становится. Вы об этом? Ну, да. Ну, и какое же у меня лицо? У вас? Да. Ну, какое? Хорошее лицо. Симпатичное. Нет, ну, правда, с утра тут сложно что-то понять. С утра даже я на себя в зеркало с ужасом смотрю. Прямо-таки с ужасом. Скажите тоже. А как вообще, с автобусами тут у вас без перебоев ходят? Нормально? Ну, как, как, когда ходят? Знаете, иногда ждешь-ждешь этот автобус, а его все нет и нет. Мне сейчас придется, чтобы на работу не опаздывать, на час раньше выходить. Это вы меня напугали. Нет, это я не вынесу. Да что вы, ну, вы не расстраивайтесь. Мы же с вами теперь соседи. Соседи? Да, соседи. Ну, вот. А я вот скоро, знаете, я вот скоро машину покупаю. С удовольствием. Информацию, что Смирнов собирается покупать машину, требовалось срочно проверить. Оказалось, что Валентин младше Татьяны и усыновил ее детей. Также стало известно, что зарабатывая меньше жены, Валентин даже при желании не мог накопить на машину. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне жена сказала, что вы хотели меня видеть. Вот я и зашел. Только вы побыстрее, потому что я спешу. Так что вы хотели спросить? Не спросить, а сказать. Следствием установлено, что сейф из вашей квартиры, сейф с деньгами вывезли именно вы. Ну, как же так, а? Жена из-за вашего подлого поступка подозревала в ворастве сына. А вам хоть бы что, а? Тишина и молчок. В общем, объясняйтесь со своей женой сами. Лукин блефовал, но его расчет оказался верным. А что? Что мне оставалось делать? Ты бы он с такой пожил. Да она же... Она же мне шагу не дает ступить. Все она знает. Все у нее решено. Мы 10 лет назад договорились на машину копить. Работаю как вол. Вечерами, в выходные, в праздники. А где она, моя машина? Где? Жена он. Как захочет, так и делает. То теще подарок нужно. То она, видите ли, без микроволновки жить больше не может. А в эту субботу, здрасте, заявила. Младшему нужен новый велосипед. Чтобы я на этой же неделе сходил и купил новый велосипед. А чем старый-то плох? Чем? Вот я решил. Как только они уедут на дачу, я вернусь в дом. Вынесу сейф и отвезу его к товарищу. Там деньги целее будут. Наша жена пусть думает, что украли. Я же не думал. Я же не думал, что она на сына родного. Я же не для себя. Я же для них старался. Их же буду возить там на машине, на даче, там куда угодно, куда скажут. Вы поймите, я же не для себя. Я же для них. Игорь Петрович. А вы, оказывается, мужа-то давно расхустили, да? Еще до того, как я с ним по улице прогуливалась, да? Ну, рассказывайте теперь, как вы догадались. Да версия родилась тогда, когда я разговаривал с соседом Федором. Когда он рассказывал, как у них соседи живут тихо, мирно, как муж там ни в чем жене не перечит. Ну, я и подумал, как в поговорке, что в тихом уме черти водятся. Ну, решил проверить. Ну, ты с заданием справился отлично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok